господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер семьсот тридцать восемь события дня филиппийцам 1 28 и не страшитесь ни в чем противников это для них есть предзнаменование погибели а для вас спасение и сия от бога события вчерашнего дня какие были здесь ну что главное событие что загидулина рахиль райхан и она раньше звалась она уезжает и уехала братья ее проводили приехал сергей пупков без 15 в 12 ночи она уже на вокзал поехала у нас вот растет калина во дворе она хотела калина уже внизу все обобрано лежу она наклоняет ветки там рвет ну высоко я ребятам сказал сразу же пошли там ведра взяли набрали ей надежно сильно там прокрутили обмыли в бутылке затарили все и вот я уже поставил ролик как она выезжает посмотрите какие проводы вот чтобы так вот человек но я разрешение и дал приехать она купила билет я посчитал не на то надо чтобы была здесь воскресенье у нас торжество было 20 лет на как мы на этом месте первой литургии и далее батюшка будет здесь ну все тут народ будет здесь а ты среди недели она взяла она пошла билет зала там переделала муж и отпустил благословил там привет говорит вам передает но я ему передал а он как татарин а я казашка эти как везде с ней были мы все ролики выставляем и люди как будто с нами были проводили она пришла еще сюда галя загуляя в нем приезжала галя такая добрая у меня телефон сломался летом потерявки то она 2 запасной взяла мне дала так лежал и лежал я вот так ни разу не вытащил он так отдала у тарасика игры сломался и она приехала за ним нелегко отдавать я к нему не прикасался и она тут осталась ливия там все еще температуре без ребятишек но и тут как раз в этот момент что-то национальное блюдо какое-то вареное тесто я съел и вкусом и даже не понял как назвать ну большим пельменем только и все или большим вареником ну сразу разделили гали половину тоже нет-нет-нет на всю тарелку половина отхлопнула и до вас много до вас по игру больше вот она беседовала здесь попала вовремя все как-то одно со другим стыкуется прямо не придумаешь сергей дмитриевич пишет Игнатий Тихонович вы можно сказать православный реформатор пусть вас бог благословит и укрепит в этом нелегком труде несите свет мы молимся за вас и он меня подставляет там разные вот епископы какие-то сектантские да никто они мошенники обманщики обманщики последователи дофана верона и корея они еретики потому что они не имеют рукоположения какой епископ фелькина грамота и вот спрашивает поставил а журавлёва сергея за кого я говорю клоун и мой клички другой нету еретик бессовестный человек ну наверное так и есть что-то такое не стал на меня нападать и но вижу что и как бы не православные анатолий фомин здравствуйте хотим купить книги к истину православия толкование на весь новый завет блаженав я филакта болгарца и с 20 94 комментариями подскажите что нужно сделать по порядку мы живем на украине спасибо с уважением анатолий владимирович но я ему отвечаю украина очень много берет денег и по отправлять трудно и там выманывают ну преступники в прошлый раз тут леонид я купщик из америки выписал книги домой отослал на украину домой приезжать а тут не отдают 70 долларов дай долларов ты-то с ума сойти а там посылка четыре книги всего но и она не мать то не боролай это собери там деньги как-то выкупи но отдали отдали и не взяли вот я поставил тут ролик провода райхана рахили домой казахстан из барнаула 20 этим я ответил сергей перепелкин и гнатий тихонович сегодня получил ваши книги новый завет три тома и к истину православия также святой евангелие четыре экземпляра там с благословения патриархи кирилла и набор визиток знаю кому подарить записочку из первого тома на имя сестры галины кубайкины с благодарностью за труд корректора воспринял как компенсацию за опоздание с просьбой подписать книгу благодарю за все спасибо с христос и сергей перепелкин я даже и не думал про это это уже додумали это как она записка оказалась там я не знаю ты это новая но однако вот получилось так где вот сейчас я покажу перепелкин вот он получает книги володя смотри какой перепелкин то вот вот он теперь я беру и увеличиваю держит книги три и если православия вот видел видел вот теперь смотри дальше вторая он книги подправил чтобы они по-другому выглядели вот он как книги лежат на столе у него иконостас ну ясно дело что перепелкин верующий человек-то и реки не сектант и вот еще одна тут он их взял в руки и выровнял там они маленько разъехали попа а то еще же такое то а ты не туда сунул вот он как доволен это у меня такой порядок то получил обязательно два три снимка и двадцатого он получил я помещу себе наши книги в америке получили и говорит у нас таких даже не издают обрубленное а тут скруглением корешка с закладками 240 только иллюстрации гюставо даре и классиков полный лист 240 светлое все но еще тут говорить мы дальше андрея кричкова в сша от меня мне жаль что не так случилось но вот это не пойдет нужно было сделать тогда так то есть он работает над канонами и аудио над аудио работает там другие будут еще с александра менее мы проще там все готовится встать бог дает таких мне помощником сразу три прямо ты мощно работает я по номер первый файл предисловие апостольские правила в первый файл а он сделал так что по отдельности каждый собор отдельно каждый святой второе вселенские соборы третье поместные соборы все тоже одним файлом четвертое правила святых отцов все вместе все четыре файла или уж тогда всю книгу одним файлом а так крошить никто искать не будет нужно никто не знает по названию не соборов не святых отцов пожалуйста сделайте так как тут написано мы же все это делаем для людей не могущих достать книгу желая облегчить им поиск нужно мир вам вот теперь мне письмо пишет екатерина голубева мир всем здравствуйте дорогой наш игнатий тихонович милое сердцу и родная душа во христе вот уже несколько раз пыталась вам писать то и мысленно уже написала несколько писем но до компьютера не допускал сатана сначала был какой-то затишье как святые говорят перед буря потом война дочь на война с кавычка не работала три с половиной месяца ввиду своей определенной болезни но не могла пойти туда куда брали а то наоборот куда хотела не брали из-за того что может уйти в декретный отпуск а это им не выгодно целыми днями она сидела за компьютером а я довольствовалась планшетом которым едва еле научилась владеть один раз уж было послу заслушалась вас по компьютеру то но сатана через дочь устроил скандал сейчас все слава христу дочь вышла на работу а я скорее села вам письмо написать а когда я на работе старалась проповедать евангелие то потом сатана хитро расставлял для меня сети в которой я уловлялась а не имея духовного рассуждения но слава христу что он своей благодатью помогал мне осознать и признать свои грехи покаяться исповедовать и причастить со святых христовых тайн взяла ваш совет меньше спать на вооружение стараясь исполнять нелегко вот видите как она внимательно слушает и сразу видно что православное признать свои грехи осознать покаяться исповедовать и причастить у сектанта ничего этого нету да вот еще без чревоугодия не отходит уловляет всякий раз да вот отвергнуться себя не с горки скатиться да приросте то метр шестьдесят восемь а весе пятьдесят семь килограмм то есть она совершенно в норме страсти хорошо уживаются ведь дело то не в кило только а в самолюбии и впрочем ему подобным то благодаря вашему наставлению заучила дословно четырнадцать вес евангелия с указанием главы стихов что помогает ожидать себя саму да и другим говорить во время проповеди слава иисусу христу аллилуйя это старшая сестра проверяет меня вот она дальше приводит все места матфея 6 22 23 6 33 1 коринфянам 6 9 11 климам послание 6 23 к темопе 4 16 17 а так кофеизма кофеизма дожди за псалом 118 113 17 кофеизма так опять 17 кофеизма это 17 псалом 118 164 я на 3 3 я на 3 18 я на 5 39 я на 12 48 я на 8 47 деяния 2 37 38 и деяния 751 наизусть заучила сказал сидеть здесь уже в волоклассе у меня тут слушательница слава христу а в школе вот часто приходится обличать детей за сквернословие и блуд начиная с 8 по 11 класс и мальчишки даже некоторые девчонки не стесняются не учителей и посторонних родителей по слову евангелия от луки 18 4 я и бога не боюсь и людей не стыжусь ведут себя безобразно я думаю здесь юминальная миссия постаралась у детей в кавычках нет тормозов потому что нет у них авторитета не только библии но я думаю вообще никаких ни родителей ни учителей бывает что прямо на руках ругаются и видела как старшеклассники морально унижали учителя мужчину который впрочем и сам своих учеников часто тоже унижает да у них это и взаимное много по школе ходит пар мальчик девочка в интимной обнимке как будто так и должно быть я ни разу не услышала чтобы кто-нибудь сделал им замечание аппарат который стоит в вестибюле школы и выдает сладости за деньги то дети трясут каждый день несмотря на то что он привечен к полу и что везде установлены видеокамеры взрослые ученики показывают плохой пример маленьким а учителя оправдывается тем что уже устали им говорить они все равно не слушают замечание делает только вахтеры охранницы да я грешница а родители если видят когда приходят в школу то молчат да игнатий тихонович я вот недавно решила послушав вас заняться чтением псалтыри не на церковно славянском а на русском языке вот это перевод герасима петровича павского а когда стала искать отдельную книгу псалтырь во многих лавках от храмов и спрашивать у знакомых сестер которые давно работают лавку то оказалось что таких них нет а есть только двух видов на русском языке церковнославянский текст а на церковнославянском по церковнославянске сначала когда спрашивала в лавке то меня не сразу понимали приходилось объяснять что нужная книга псталтырь на русском языке и в русском переводе атака есть только в библии теперь вот псалтырь считая прямо по библии понимаю игнатий тихонович что от народа прячут не только библию и евангелие но и псалтырь на русском языке так как по себе знаю что именно псалтырь считать легче чем евангелие я имею ввиду то что в основном православные считают псалтырь чаще чем евангелие а так как она не в русском переводе и и многое там непонятно а значит и спроса меньше мол и просчитал да и все а вот с евангелем другое дело там-то по-русски написано дано обличает да и надо его считать и исполнять а это трудно и поэтому лучше в руки не брать так рассуждают многие православные а это видно стало из того когда я стала некоторым сестрам говорить чтобы они хоть раз просчитали псалтырь в библии которая написана на русском языке но они оправдывались потом кто тем что там мелкий шрифт и нет там разделение на кофе измы и нет особых молитв в каждой кофе изме а кто и тем что священники говорят так зачем понимать псалтырь то достаточно того что бесы понимают что благодать и так дается то есть без бесовская вера как отец демитрий смирнов горит какая у нас вера бесовская главное что бесы понимают они для бесов трудятся этот язык только для бесов они понимают какие слова то говорят на что я отвечала что есть благодать на всякое боговодное дело и так понятно то а вот когда предстанем перед судом можем то и отнимется от нас благодать то с чем мы останемся все доброе в нас от бога а что от нас самих какие дела будут а когда одну из сестру попросила прочитать семнадцатый кофейзме псалом сто восемнадцать сто шесть шесть четыре седми рицей днем восхвали их тях и перевести то она перевела как всю неделю надо и говорила перед этим что понимает по-церковно-славянски как впрочем еще одна сестра ответила та же что понимает церковно-славянски то а когда попросила некоторые места пояснить то ей трудно стало 7 раз в день он говорит день они говорят седми рицца-то неделя вот и получается что некоторые православные обманываются не говорю для того чтобы судить а призывая игнатия тихонович как и вы перейти на русский язык чтобы понимать правильное и не ошибаться одна зауч школа мне жаловалась что считает пталтырь по-русски и ничего не понимает а я ее не поняла и только потом до меня дошло что она считает русские буквы но церковно-славянский текст а надо то прямо в русском переводе то есть чтобы были русские слова и русские буквы знаю что у нас многие сестры причащаются каждое воскресенье и поэтому они меня слушать не будут так как видно боятся как бы их не отучили от причастия я уже беседовала с некоторыми и я их могу понять так как сама раньше очень часто причащалась и думала что не смогу жить без часто причащения то но сейчас понимаю что главное в том чтобы научиться не грешить и жить со христом что конечно труднее понимаете это зарядили на это научили особое настроение создается кайф а они рассуждают совершенно причастие и потом присужив причащаются в грех себе у меня была одна сестра которая хотела со мной принять крещение полным погружением и она видела у меня ваши книги и ролики эта сестра соглашалась со мной во всем но только не выходила в притворных словах оглашенной из идите и продолжала причащаться каждое воскресенье я же со своей стороны продолжала общаться с этой сестрой хотя и очень редко но вот однажды услышала от вас по ролику слова евангелия 1 коринфянам 5.11 1 коринфянам 5.11 вот видите как она знает и сразу заучила наизусть какая ревностная сестра но я писал вам не сообщать со всем кто называет братом и сразу почему то подумала об этой сестре и меня смутили наши с ней отношения сама я когда узнала о десятине то сразу же начала платить и сестре объяснила она знала и не платила но время шло и я думала что она уже платит но в следующее воскресенье когда она в очередной раз причастилась и меня уже ждала на улице чтобы пойти вместе домой дорогой пообщаться тогда же я ее сразу спросил а платит ли она десятину она сказала не плащу хотя раньше имела желание это делать тогда я сразу же сделала ссылку на евангелие на коринфянам 5.11 и пояснила что мы называемся христианами а таковыми не являемся а про себя подумала ведь не платить десятину это воровство но в лицо не сказала ведь ранее мы уже обсуждали это я сказала что не могу идти с ни одной дорогой и пойду домой да так и расстались а потом у меня был день ангелохранителя и у меня в храме она поздравила улыбнувшись а я подумала что она ничего не поняла в последнем нашем разговоре ты или сделала вид что не поняла Игнатий Тихонович как вы думаете мне нужно еще раз с ней объяснить или оставить все как есть я так с сестрой поступила ради ее же пользы чтобы она задумалась и исправилась а если все же она решит принять крещение полным погружением то я ей в этом помогу чем смогу но Екатерина относительно Псалтыри издали Псалтырь большого формата отдельно Псалтырь и отдельно четверо Евангелия по благословению Патриарха синодального перевода чтобы они заказали я не знаю где там у вас Москва библейское общество найдите и там купите больше я когда-то покупал сразу полсотни наверное купил и тут у меня люди разбирали по той же цене они в коробках лежат длинные большие в твердом переплете крупные жирным шрифтом где вы находитесь ищите библейское общество называется это можно назвать найти где если не как то я вам тут на Новосибирск выведу вас а вы через них там ближайшие найдете а относительно сестры ну что общаться то можно но нет нет да напомните недавно я была в одном семействе в гостях у пенсионеров с целью рассказать про вас и вашу общину чем и заинтересовало их теперь вот эта сестра просит узнать про себя да и другие у нее спрашивали с кем она в свою очередь поделилась про себя чтоб я что-то сказал я не пророк повторяю я что могу сказать суть вопроса надо ли ей принимать полное погружение если ее в четыре или пять лет точно не помнит крестила одна бабушка полным погружением так как мать у сестры была старая обрядка без поповка ну а будущая взрослая она затем приняла крещение в храме от священника мочением лба то есть поп то ниже бабки без поповки еще вопрос от меня что значит слова псалтыри сто двадцать восьмой псалом сих третий на хребте все мои морали оратое заранее благодарю спаси вас христос поздравляю вас и всех братьев и сестер с праздником святого николая и с вашей датой двадцать лет со дня первой литургии вот я кетерина опять же поясняю что там бабка нашептала что она говорила не знаю определенно надо креститься если бы это были старообрядцы какие-то там другие которых священцы да да одинаково не знают а протоиерея и Акима Игнатия Тихоновича да и все общине многое-многое лета творческих успехов в укреплении общины любви и согласия во Христе поминаю вас в своих молитвах и прошу ваших взаимных молитв о себе недостойных помяни господи Екатерину воздая добро Игнатий Тихонович собираюсь поехать к отцу Кириллу на Берсеневку 29 декабря там метров 250 храма Христа Спасителя Игумен Кирилл Сахаров удивительный человек член союза писателей я у него бываю когда он в стихарь меня тут же переодевает и я проповеди говорю сколько раз в храм зайду утром вечером столько проповедей если Бог благословит насколько пока не знаю как Бог даст и прошу ваших молитв а вот о чем я просила Бога то вдруг увидела на вашем ролике ответ вы засчитывали письмо отца Кирилла Игнатий Тихонович увидел в интернете фильм митрополита Иллариона и Алфеева старый обряд история и современность вот внизу я это ее номер мне понравился узнала также из интернета что в нашем городе тоже есть единоверческая община но пока на их службе не была даем ссылку на фильм если есть польза то сделайте свой комментарий на него да благословит вас Господь жду ответа но я раньше еще смотрел ну что служба идет правильно комментарий могу только сказать это самый правильный путь вот отец Кирилл он никуда не перешел невинноверческую никуда а ведет службу по старообрядчески как до Никоновской реформы и там патриарх Алексей у него другий патриарх там Павел VI кого только не было какие польза есть жду ответа я главное только хотел сказать Иларион то служит а покаяния то перед старообрядцами то не принесли и как зарубежная церковь то не потому ли на нас рухнули эти гонения что наши там какие предки они гнали вас и теперь нам возмездилось это я отвечаю Псалом 128 3 на хребте моя мораль оратая означает насилие от пленивших врагов изнасиловали садомиты то есть говорили с нами творили что хотели звали кидалом рвали на счастье нашу спину что нас прикрывает понимать можно образно и буквально о ком вы говорите что если есть даже самое малое сомнение что тебя правильно крестили то нужно немедленно прекратить причащаться не загонять грех еще глубже а нужно начать готовиться к окрещению истинному самым серьезным образом иначе вообще лишишься всякой благодати и после смерти окажешься вне врат небесной отчизни вот когда я это начинаю говорить людям это откуда у вас такая уверенность вы это так говорите еще уверенность вот я считаю кавычки открыты шестой вселенский собор правило восемьдесят четвертое последуя каноническим постановлениям отцов определяем и о младенцах каждый раз когда не обретаются достойные свидетели несомненно утверждающие яков крещены бы суть и когда сами они по малолетству не могут дать потребные ответы преподанным им таинстве должно без всякого недоумения крестить их таковое недоразумение не лишит их ощущения талика и святыни да таковое да чтобы не оказаться безблагодатным не войти в рай а относительно единоверчество это церковь у них постаробрящие служат а служители ставят патриархию но никому туда идти не советую это связать себя от благовестия иной христовой свободы держитесь пока здесь патриархии пока есть еще такая возможность там ты будешь чужая и своими отверженная и истинная истина ради вас будет кулиться ну вот мои рассуждения так еще у нас ресурсы тут какие есть показать главные ресурсы это вот мой мир тут я где в шапке а где с головом уборе так вернее с голубкой то не считать вот так там просто дубль делают модераторы и вот православный наш форум форум большой очень большой но клиентов мало примерно среднем до 300 доходит в день 1600 тем полнейших ну и вот у нас тут что есть загрузка тут прошла сейчас я его выдвину показать канал канал наш а канал этот наш больше 9000 роликов уже 9000 вот вот я сейчас посмотрю сколько посещаемость какая какой то он настроит вид страницы не знаю для чего тут такое есть и вот я считаю то у нас 9 миллионов 833 тысячи 789 просмотров и подписчика 9906 то есть 10 тысяч будет вот уже может быть через месяц так примерно подписчиков и 10 миллионов просмотров ну учитывая что столько много роликов это немного ну и Библия во свете Библия тут много вопросов сейчас работают по аудио у меня помогают братья я я хочу сказать где то у нас есть государство слово где найти не могу я его сразу сегодня ночью у меня в кучу тут много разных папок на территории ну и сбило все вот не найду сразу то где государство надо найти слово государство отдельно вот она нашел вот это тема государства папка такая от моих вопросов а вопросов я отвечаю 4124 вот вопрос 2866 14 в том открытым оком вы беседовали с бывшим губернатором Суриком отразилась ли эта беседа на нем как-то ответ беседы никакой не было я был у него на приеме по вопросу генерального по плану потеряевки что отпущенные деньги опять пропали то есть через квартал перенести отпускает администрация крывает я тут прихожу нету и немного успел сказать о временности нашей жизни его должности и необходимости покаяния сказал это прикоснувшись к его плечу ему уже почти 70 лет он постоянно и много курит проиграв Евдокимова на выборах он снова был пристроен на нетяжкую работу помощником полпреда по сибирскому федеральному округу и после того как бывший саратовский губернатор Аяцков сказал правду о президенте Белоруссии то что тот надувает щеки ему туда путь был уже назаказан якобы обиделся не ничто на его место и послали Сурикова что это за работа послом в бывшей Республике Союза по моему мнению наша сестра Шубина Зоя Николаевна делает намного больше ухаживая сразу за двумя старушками а о ней же никто и не знает а она верующая хотя и очень уж слабенькая ее подпись стоит в заявлении об образовании крестоводзиженской общины это немаловажно было в свое время вот я ролик поставил там Фатеева Любовь Николаевна за двумя старушками ходят где Валентины там перед ней Суриков Александр Александрович было остался коммунистом а значит путь в небо ему почти заказан если конечно не покаяться 1 Коринфянам 1.26 посмотрите братья кто вы призванные немного из вас мудрых по плоти немного сильных немало немного благородных а мы бы могли быть многим полезны Александру Александровичу его подпись стоит под решением о восстановлении Потеряевки мы бы ему много разъяснили о гибели его сына его печальной судьбе указав на Христа Матфея 16.26 посмотрите братья кто вы призванный так какая польза человеку это 16.26 если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою страсть поучать учить и наставлять надоедать быть въедливой занудой запутавшись такие мечтают по нолям вновь развести суды и пересуды возможно ли нам мирно быть со всеми не делать замещания и критиковать забыть всем про метлу и про домашний веник знать свой шесток уметь на все кивать хвалимым быть за мягкость и учтивость покладистость культуру обхождения ослепнуть на беду что где-то приключилось на безобразие что вытворяют дети быть сквозняком ценя лишь свой уют свою подстилку сладкую кормежку забудут вши про пламенный утюг в гигантов кровососов разрастутся вошки считаю библию запомнить бы успеть по подражанию апостолам пророкам отвернуться своей себя свою смиряясь песть и объявить войну грехам грешкам порокам что выше сказано на пользу обратить доверившись учителю иисусу дух обречить неправде вопреки и даже тех кто у дела закусит не просто нелегко пса за уши хватать за неуживчивость скандальность быть побитым не перед свиньями же бисер нам метать псов раздразнить худющих или сытых дороже жизни истины и святость желание всех настроить на спасение перед таким замучивается прятать не тайное что явлено пред всеми не в страсти а в молитве на коленях дух Божий обречит о правде и суде прогресс там есть потерни на шлемях смотрите ли быть ревностным без дела не сидеть 16 ноября 2005 года ну на сегодня пожалуй и все все